а здрасте а всем друзья приветули у нас сегодня обзорчик обзорчик на новое dlc для фермы farming simulator 19 alpine или альпина farming expansion короче говоря да большое дополнение с кучей новой техники и новой картой у нас в беларуси она в стиме стоит 15 баксов это охренеть просто на самом деле в общем то я его вот прикупил и давайте посмотрим чё за она и сделаем выводы нужно она нам или нет соответственно новый сейф берем нового фермера посмотрим какая там ферма будет в начале карта эрлинград с виду кстати довольно симпатично моды практически все вырубаем нахер пару штук чисто подключаем чтобы весело было вам это все дело обозревать и в общем-то погнали посмотрим чё нам сюда завезли но друзья дефолтная ферма выглядит вот так знаете довольно таки симпатично навес и силостная яма коровник ну-ка покажите мне карту карта кстати красивая должна быть тут наверно луга или горы я короче полетаем посмотрим но сперва сперва друзья посмотрим чё за техника у нас тут новенькая имеется видимо она у меня вся уже есть так что можно будет даже посмотреть ее в работе ну во первых давайте по тракторам значится вот такой вот маленький трактор довольно таки веселый 90 литров у него бак 100 лошадок выглядит неплохо малютка такая можно разные колесики ставить к все как обычно в общем-то наперед я так понимаю нихрена ему не цепляется но ничего страшного симпатичная малютка да дальше идет вот такой вот трактор который кстати его можно красить и это замечательно можно сделать его оранжевым электротрактор 68 лошадок у него всего то есть но с гигантским плугом он кататься не сможет выглядел кстати прикольненько но это же колесики на него различные ставится о да такой малыш с двумя колесами это что-то с чем-то ладно мы его еще потом посмотрим поближе такой же трактор примерно но выглядит как по мне он примерно также только уже на дизельном двигателе но и морда у него соответственно чуть побольше принципе тут все то же самое еще крепление фронтального погрузчика наверх можно что-нибудь поставить точнее наперед и 110 лошадок до маленькие трактора но здесь в принципе маленькое дополнение скажем так маленькая техника не big bad и да вот это вообще какая-то шайтан машина но это тоже специализируется как трактор хотя он мне больше чем-то погрузчик напоминает какой-то это друзья в категории малые трактора висит прикольная хреновина 109 лошадок я думаю что на него тоже можно участь прицепить его тоже можно покрасить в оранжевый чтобы был красивым мне это определенно нравится ладно а такой вот лент req добавился помогал уже был на если не был то в общем-то добавился вот такой трактор но мне кажется что он уже был linders lintrack 130 могу ошибаться но написано что он именно добавился и еще один риге трак тоже симпатична симпатично все не красятся что у меня вот кстати радует я люблю когда технику можно покрасить в оранжевый цвет потому что я люблю оранжевый так что тракторов тут завезли некоторые из них мы потом посмотрим доскональнее средних тракторов не завязали больших я так понимаю тоже да да больших тракторов нету зато завезли вот такой вот газонокосилку прикольно кстати можно поставить о божечки можно вместо шин поставить вот такую вот шайтан хреновину палец с шипами прикольненько прикольненько 9 километров в час у нее максимальная скорость чувак бегать должен с ней до 18 лошадиных сил она идет в группе самоходных скажем так косилок два метра ширина нормально она у меня тоже куплен так что посмотрим и погрузчик в категории погрузчики вот такая вот штука вот такой грузовичок я так понимаю на него можно цеплять различные передние гидравлика резная тоже различные колесики это же он красится причем только в два цвета и специально для меня сделали оранжевый еще да это шутка если что но так получилось стоит он только до хренище как-то 158 тысяч не знаю что за передние гидравлика можно будет глянуть а навеска я понял навеска наперед что-нибудь носить я понял ладно далее по прицепным устройствам вот такой вот плужок добавился 1 и 2 метра для той самой пупушки электриче не даже электрическая пупуська ее не потянет но в общем то для этих маленьких тракторов маленький плужок потингер теперь феде будет еще веселее пахать поля также потингер маленький культиватор но стандартный культиватор ладно три метра яркий такой знаете желто красный классно такой же культиватор только уже дисковая барана в разных категориях они находятся но немножко по-разному они соответственно выглядят также маленькая сейлка потингер все такое желто красное классно знаете вот эти фуражные прицепчики были раньше вот в этой ферме их выпилили в 17 были такой же раскраски тоже потингеры ну и дефолтные косилки тоже потингеры кстати да ну короче вот такая вот сейлка трехметровая еще 250 литров бункер больше чем у стандартной но то есть которая дефолтная вот это вот амазоновская 3 3 метровая была у нее только 1000 литров бункер а вот сажалок не завезли правильно это все для травы сделано удобрялок нету навоза разврасыватель зато есть вот такая вот штука я так понимаю на на грузовичок цепляется 12 метров у нее разброс 3 куба навозика можно будет разбросать модульная до модульный грузовичок и это прикольно для жидкого навоза такую же хреновину тоже сюда за бабах или можно и жиденьким оу трубы 10 метров высевающий плуг технология разброса высевающий плуг трубы для полива восьмиметровая разбросной диск на 10 метров по дефолту идет странно конечно что самая большая ширина идет самый дешевый ну ладно ну и самое веселое это косилки и косилки новодиск 812 короче скажем так модернизированные те которые уже были дефолтные я если честно сильно сомневаюсь что большая разница между ними есть между тем что было раньше тем что стало 301 альфа моушен а дефолтная было просто 301 еды не знаю в чем у них разница даже ширина одинаковая в общем-то косилки и косилки и пофигу в общем-то что-то новое но такое же как старая 2 сеноворошилки сюда также завезли я думаю ничего особенно узнаете для любителей потингеров можно будет весь набор собирать большая маленькая 60 лошадок всего требует то есть малютка электротрактор с ней без проблем справиться также для травки ух ты сколько тут волковых жаток или волковых вам эта штука как-то должна они она налево все будет сгребать такие вот интересные грабли будет все сгребать налево и у нее дизайн выбирается можно сделать желтенькую типа конусель варио не знаю что это значит но в общем то вот два варианта также вот такая вот валковая жатка уже какая-то новенькая типа на три с половиной метра в ней особо смысла нету скажем прямо далее вот такая вот валковая жатка тоже 3-4 метра она тоже на одну сторону будут сгребать судя по конструкции и друзья большая 6-метровая валковая жатка да все маленькая как по 6-метровая мы считаем большой ну ладно также завезли сюда старые прицепчики потингер вот эти вот которые уже были и плюс еще уменьшенный вариант 16 кубов 20 кубов по-моему именно такой раньше в старых фермах был хотя там по на 23 куба был на 26 варианте к есть да и разненькие все одинаковые но разные или на 21 куб она была раньше не помню не важно в общем то дефолтные вот эти вот как раньше было сейчас они в дел сихи не знаю почему и выпилили может лицензию потеряли может еще что-то а также еще вот такая вот хреновина и это тоже насколько я понимаю по модульная а как она работает хороший вопрос это интересно смысле как она как подборщик у нее работает тюков щеки друзья есть два тюков щека отtinger все они для круглых тюков насколько я понимаю один обычный 2 с упаковщиком разумеется цвет фольги можно сделать розовенькие дизайн упаковщика с переворачиванием о чтоб тюки не катались иных на бок ставит это прикольненько да ну и в конце друзья еще последние две единицы во первых вот такая вот платформа для этого грузовичка модульная платформа 3 точки о еще крепление есть какое-то можно удобрял какую-нибудь повесить сюда классно или просто трехточечное крепление прикольненько прикольненько но разумеется можно в оранжевые покрасить и вот такой вот прицеп насколько я понимаю для тюков но без автоподборов он без всяких сами понимаете дефолтная ферма так не умеет ну и друзья еще три статичных объекта появилась электрозарядная станция украшение вот такой вот фермерский гаражик по-моему они все у нас стоят на нет вот этой штуки у нас нету и коттедж коттеджи у нас тоже сейчас на карте нету в общем то если что у меня денег не хватает серьезно а как тебе такое 500 миллионов хватит гигантское здание но просто для украшения возможно в нем есть триггер сна мне это не очень интересно если честно ну ладно да пускай будет соответственно вот такой вот гаражик если кто-то ставит гаражи если кому-то надо то вот пожалуйста можно вот такого размера поставить гараж в общем то с этим понятно давайте глянем тракт а но и до электро зарядная штука специально для трактора вот мне говорили про трактор что это весело что он очень классно давайте посмотрим на него электрический трактор и звук у него как у пылесоса в общем то да электромобильчик сделали правда какой-то звук двигателя есть в общем то вот такой вот электромобильчик tesla motors мать его интересно насколько хватает заряда в нем но да не важно пару тюков у нас тут стоит и вот такая вот электро зарядная станция короче подъезжаешь к ней глушишься и она вроде как сама тебя должна заряжать если тебя увидит нет сама на заряжать не будет ладно поехали прокатимся куда-нибудь попробуем высадить немножко батарейку и посмотрим потом как она работает косилок у нас нету да звук у него до такой как у пылесоса что называется упс его чуть не сломал сейчас об столб ладно стой пока здесь мне больше интересна косилка что у нас по участкам короче все вокруг можно на хрен косить поэтому давайте вот такую штуку заведите двигатель сначала и тогда только сможешь уйти просто ее дотащить до места не с незаведенным двигателем ты не сможешь логично это чувак типа идет 9 километров в час серьезно а он может бегать типа идти ты не можешь я понял логично только за заведенной ладно на самом деле в этом что-то знаете ли такое определенное есть спасибо включим и пойдем косить и она нихрена не косится а я понял ее надо опускать опускаем и она косит нам травку только что-то нихрена не косится нет это кажется или здесь нельзя косить травку не накосила она накосила просто здесь такая трава что да все косится прикольно знаете ли да действительно медитативно можно будет интересно как с ней курсплей будет работать но проверять мы сейчас это не станем я не подключал курсплей потому что мне не пришло в голову посмотреть как это работает ну ладно в общем то понятно можно кстати с видом от первого лица он по дефолту так идет ты опускаем и так вот косим ну да что-то в этом есть тут уже по моему все покошено знаете на скорости 9 километров в час ручками работать такое себе цветочки слушать а здесь цветочки какие-то по-моему по дефолт такого не было типа цветочки нигде на полянках не росли ясно ладно ладно с техникой все понятно давайте посмотрим на карту поднимемся немножко повыше и до виды здесь действительно красивые вам не какая-то варваровка или новотроицки здесь реально красивенько поля здесь как видите небольшие в общем то здесь для маленькой техники и в основном скорее для ручной работы есть некая речушечка вот есть вот такая вот речушечка из того что вот здесь вот в центре есть с другой стороны есть еще какие-то поля тоже все небольшое все ручками работается то есть карта для медитации можно отправиться в горы там можно будет попилить деревья тут домик какой-то можно его купить и устроить roleplay и постоянно ездить на работу с этого домика терпантинчики на самом деле прикольненько прикольненько здесь у нас карта заканчивается мы дальше не можем пройти я понял ну альпы чё хочу вы хотели альпы на мост мы тоже посмотреть сходить не можем увы он паровозик по нему катается прикольно в общем-то серпантины тоже какой-то поля ним немножко полей да а в город и хоть можно туда куда-нибудь махнуть мне интересно а это и все карта маленькая я понял мы находимся у края карты карта маленькая очень маленькая но медитативно может быть кстати в мультиплеере в нее было бы весело покататься все работы проходят довольно быстро потому что поля маленькие можно заморочиться мне нравится о подъемник а виды сделали красивые безусловно например вообще маленькая вот он квадратик который прям видно но все прорисовано и карта мне определенно нравится она красивая только пустоватая долго на ней проиграть вы вряд ли сможете потому что делать здесь особо будет нечего косить травку и поля убирайте все разместить сюда 500 производств не получится потому что тупо нету места а даже паровозик есть свой прикольно через город едет город такой тоже симпатичники да мне нравится определенно нравится дел сиха короче хорошая удалось мне она нравится только стоит падла дорого не знаю как в россии у нас она 15 баксов стоит это много но техника прикольная до малютки такие мне мне вообще такое нравится я люблю маленькие трактора так что друзья как то так ладно на этом мы этот мини обзорчик закончим я за вас не буду решать покупать это дополнение или нет но надеюсь что я помог вам определиться с этим на этом друзья у меня все не забывайте про подписочки лайкусики пишите комментарии что вы думаете по поводу этого дополнения с вами был никита дилей тем всего доброго друзья пока пока